Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, мир вам, дорогие друзья, которые нас посетили, которые находятся с нами, которые далеко от нас, но вместе с нами. Я желаю поделиться мыслями, которые записаны в основании, возьму место в Священном Писании, записанное в Евангелии Иоанна, 16 глава, 20 стих, Иоанна 16, 20. Слова Иисуса, истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Здесь Господь Иисус Христус, говорите слова ученикам, как вы считаете, что Он имел в виду? Мир возрадуется, а вы восплачете и возрыдаете. Он имел в виду время страдания Его и смерти Его, когда ученики не увеют Его более. Но это продлится всего три дня. И Он вновь явится им. Или Он имел в виду, что вы не увидите Меня более, и потом увидите, и радость ваша будет. Христос говорил ученикам, что Я уйду к Отцу, Я приготовлю место, потом приду и возьму вас. Это будет славная встреча, когда Господь Иисус Христос придет второй раз на землю. Он придет не в Терново, в Венце, не страдать, а взять от земли своих. Или Он имел в виду то время, когда от Его воскресения и до сорок дней явления, Вознесение и день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел. Ученикам это было непонятно. Мы прочитаем с 16 стиха. Иисус говорит, «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому. Что это Он говорит нам? «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили, что это Он говорит вскоре? Не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли вы спрашиваете один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?» Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Нам ведь сейчас не совсем понятно, о чем Господь Иисус Христос говорил. Он говорил о том времени и подготавливал учеников, что это последние слова, дальше идет первосвященческая молитва, ходатайство пред Богом. Он приготовил их, что Его возьмут, над Ним будут ругаться, Его распнут, Он умрет. Но это не конец, это начало, начало новой жизни. Господь воскреснет, восстанет и вновь их увидит. И это их сердце утешится. А мир, Он обрадуется, что они, наконец-то, казнили того, какой мотив. А потому что все люди идут за Ним. Потому что Он имеет успех. Потому что Он не из нашей среды, элиты иудейской. А все идут за Ним. Второе, Господь Иисус Христос видел, когда Он будет с учениками и когда Он вознесется. Он приготовил и говорил им, лучше для вас, чтобы Я ушел. Когда Я уйду, Я умолю Отца, и Он подлет утешителя, который с вами будет и в вас пребудет. И о всем, что Я говорил вам, Он напомнит вам. И Он говорил ученикам, напоминал им и утверждал, что Он придет вновь. Придет вновь, приготовит место и придет взять учеников, взять последователей, чтобы они были там в обителях Отца Небесного. Но это еще впереди. Христос был готов к этим страданиям. Ученики не были готовы. И Он говорил, что мир этот возрадуется. Вы можете представить себе, когда я рассуждал, как можно, казнив человека, иметь радость. И мотив, самый большой мотив был, это потому, что Он сделал Себя Сыном Божиим, как мы сегодня слышали. Он был таковым. Он соделал Себя Богом, будучи человеком. Но эта тайна была открыта в Ветхом Завете и была понятна. Только нужно было поверить, верой принять. Я подумал, когда ученики возрыдали, мир возрадовался. Прошло время, и на третий день Господь Иисус Христос воскрес. Это была победа. Ученики возрадовались, восторжествовали. Какое состояние было? Царя Ирода, его жены. Помните, она говорила, не делай праведнику этого никакого зла. Я много пострадал из-за него в ночи. Какое состояние было первосвященников, книжников? Я бы ожидал, если они раскаялись. Но знаете, что они сказали? На следующий день они пришли к царю и говорят, Мы вспомнили, что обманщик тот, будучи вживы, сказал, После трех дней воскресну. Я понимаю, народ, римляне, они казнили тысячи людей. Но никогда во всей истории не было, чтобы смерть даже пророка Иоанна, Самый высокий пророк, когда его казнили, была тишина. Но когда Иисус Христос на кресте вися, Воскликнул, совершилось. И мы читаем, тьма была по всей земле. Земля поколебалась. Камни расселися. Гробы открылись. Завеса в храме разодралась. Небо не могло спокойно смотреть на издевательство и смерть Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Я думаю, первосвященники, книжники, которые знали закон Моисея, знали Писание, когда увидели это, неужели не дрогнуло здесь сердце? Неужели тогда они не пришли в состояние сожаления и печали? Мы казнили Сына Божия. Помните, сотник, римский воин посмотрел и говорит, воистину он был Сын Божий. Народ, когда с горы Голгоф и бежал, они били себя в грудь и говорили, мы Бога казнили. Это было сожаление. Почему у народа, который интеллектуальный элита Израиля, они не увидели и не сожалели, не били себя в грудь и не сказали? Апостол Павел позже напишет, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Вот состояние сердца человека. Помните, когда апостолы в день Пятидесятницы проповедовали, и Петр возгласил и говорит, мужи, братья, мы не пьяны, как вы думаете. Это речонное через пророка Иоиле случилось, когда Дух Святой сошел, и он проповедовал и говорит, вы руками беззаконных взяли начальника жизни и казнили. И они, слыша проповедь, они говорили, мужи, братья, что нам делать? И тогда апостол говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. Вот это состояние, когда мы видим ошибки, когда видим преступления, когда они увидели, что кровь и на них, и на детях наших, они сказали, мужи, братья, что нам делать? Покаяние. Состояние, печаль ради Бога, осадил на грехах, она производит неизменно покаяние ко спасению. Мы помним Иуду, который предал Иисуса Христа. Вот она, печаль мирская. Он не раскаивался пред Богом, он сделал сознательно, и печаль его была к смерти. Далее Господь Иисус Христос говорит, 23 стих, «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы не просили, ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Вот то, что Христос говорит ученикам, это ни один израильтянин не мечтал об этом. Мы сегодня слышали, что, благоговея пред Богом, сознавая грех свой, имея печаль, израильтянин приходил и приносил жертву. И был посредник, первосвященник, который кровь приносил пред Богом, жертву за грех. А теперь открылось новое время, когда Иисус Христос говорит, приходит час, когда вы будете просить Отца Моего, во имя Мое. Просите и даст вам. Это новое время, это доступ к престолу благодати. «До этого времени я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца Моего, Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю вас и иду к Отцу». Ученики его сказали Ему, вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, что имеешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете». «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного, но Я не один, потому что Отец со Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Прекрасные слова наставления Господь Иисус Христос говорит ученикам Своим. И Он говорит, «В тот день вы будете просить во имя Мое, и говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Вы будете просить, и Бог услышит вас». Ученики получили привилегию обращаться к Богу за то, что они поверили Богу, за то, что не возлюбили Его, за то, что приняли в сердце свое. Дорогие братья и сестры, насколько мы благословены, что это обетование распространяется на нас, принявших Иисуса Христа, возлюбивших Его и поверив в Слово Его, следуя за Ним, мы имеем привилегию обращаться к Богу, и Бог слышит молитвы наши. Господь Иисус Христос не пришел, а исшел от Отца. Это слово напоминает нам или приоткрывает нам вот тайну триединства Бога, когда, будучи одним целым с Отцом, Он исшел от Него и пришел на эту землю, оставив небо. В прекрасный гимн мы пойдем «Славу оставив небо, к нам Иисус пришел». Господь Иисус Христос стал подобен нам, принял образ раба и стал подобный нам, человеком. Он умолил себя, Он смирился, взяв на Себя плоть, чтобы стать жертвой и умилостивления за грех человека. Наступал день или час, которому Христос был готов но Он подготавливал учеников. 32 стих. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь с каждым в свою сторону и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною». Это Господь Иисус Христос предрек ученикам, тем, которые били себя в грудь, говорили, «Господи, я с Тобой даже и на смерть готов идти». Но Господь предупредил, сказал, что «Нет». «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Это мы видим учеников, которые приняли это Иисуса Христа, но не имели еще себе силы следовать за Ним, быть верными Ему. И вот стих 33, самый высокий, наверное, центральный стих, который в этой главе, который говорит, Иисус сказал, «Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Господь Иисус Христос предсказал, Он предвидел, что ученики будут отвергнуты этим миром. Мир этот, который возрадовался о смерти Иисуса Христа. Потом Он свою силу направит на борьбу против учеников, последователей Его. Но Он говорит, «Мужайтесь, я победил мир, и этот мир вы будете иметь во Мне». Невозможно было представить, вы помните апостолов, которых после Дня Пятидесятницы, когда они, получив силу, следовали за Господом Иисусом Христом, возвещали, их схватили, избили, и в темницу ввергли. Вот их состояние. Они там воспевали. Избитые, опозоренные, униженные, посаженные в тюрьму, они воспевали и славили Бога. Вот оно, то состояние, мир, полный мир, который Господь дает в сердце, который изливается Духом Святым. Когда мы читаем книгу нашего брата-современника в иродовой бездне, как брат наш, который был осужден, и не один, а множество братьев, которые были осуждены, незаслуженно, которые были идеологическими врагами общества, они были ввергнуты в тюрьмы и вместе с убийцами и преступниками несли время в это тюремное заключение. Какой мир наполнял сердце братьям, которые, находясь вот в этих узких, стесненных обстоятельствах, они имели свободу, потому что Господь был в их сердцах. Вот оно слово, которое сбылось, когда он в этой же главе говорит с 13 стиха, «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от меня возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому что, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Вот оно то славное время Иисус Христос предсказал о том, которое ученики в день Пятидесятницы, когда излился Дух Святой, и они стали возвещать о дивных делах Его, когда они, забывшие слова, которые Господь Иисус Христос говорил, они вспомнили и могли возвещать и проповедовать с дерзновением. Вот оно слово исполнилось, когда уже не в притчах, а в своих Евангелиях и посланиях апостолы возвещали прямо, и намного больше они могли ученики понять и передать учение о Боге Отце. Всякий раз, когда в Церкви Божией стоит хлеб и вино, смерть Господня возвещается, победа Иисуса Христа возвещается. Ученики опечалились, когда Христос был казнен, распятый и погребен в могилу, потому что тот, который имел власть бесам, и они повиновались, болезни, и она уходила, смерти, и она отступала. Вы помните сына вдовы на Иинской? Похоронная процессия, Христос остановил, поднял юношу и отдал матери. Как вы считаете правильно сказать, смерть убежала или отступила? Смерть отступила, она потом опять придет за сыном. Вы помните Лазарь, который тело разлагалось, это необратимый процесс, это невозможно вернуть опять назад. Оно уже разлагалось, а Христос сказал слово, и смерть отступила. Но я верю, она потом опять пришла за Лазарем. Но вот единственный в истории случай, когда Господь Иисус Христос был казнен, и смерть Его в лапы свои взяла, но она не смогла удержать. Он из объятий смерти вышел, и только Он говорит. Апостол Иоанн услышал от него слова, которые он сказал, не бойся, я первый и последний, и живый, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Иисус Христос говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Господь Иисус Христос единственный во всей истории, Он победил смерть, и Он у нее отнял ключи. Сегодня смерть имеет силу, но власть не имеет. Власть у Иисуса в руке. Она имеет силу, и она забирает наших близких, и верующих, и неверующих, и тысячами свои, но она власти не имеет, потому что Христос, когда по смерти своей сошел в места преисподние, Он пленил плен и вывел измученных на свободу, и в райские обители ввел всех праведников. И сегодня ваш ушедший, мама, папа, муж, жена, сын, дочка, они в тех обителях. смерть власти не имеет, а силу она пока еще имеет. Но до предела. Всякий раз, когда мы видим хлеб и вино, мы радуемся, что Иисус Христос умер на кресте и воскрес. Смерть Его не могла удержать, потому что Он святой праведник. Вот почему мы, собираясь на вечер Господний, не оплакиваем Иисуса Христа, не рыдаем о Нем. А если воспоминания на глазах наших и слезы, то потому что мы создаем, что эта жертва была за мой грех, за твой грех, брат и сестра. Вот насколько противный, страшный и ужасный грех, что Бог Отец, святой и праведный, Он Сына Своего не пощадил, потому что на Христе был грех твой и мой. Это была заместительная жертва. А Иисус Христос воскрес и победил. Но смерти и дьяволу не вечно проявлять силу на этой земле. Господь Иисус Христос исполнил обетование, сказал ученикам, вы не уходите из Иерусалима, ждите обетованного, Святого Духа. И в день 50 совершилось великое, Дух Святой сошел. Это третья личность Божества, который с нами пребывает и в нас. В день искупления, в день покаяния, Дух Святой возрождает Дух. Это чудная встреча. Такого у учеников не было, когда был Христос на этой земле. Такого у пророков не было. Такая привилегия или такое время, период, когда мы живем, дорогие братья и сестры, Он возрождает души. Он созидает их в церковь. Во Вселенскую Церковь, как ковчег спасения, вводит туда новые души. И сегодня. И записывает их в книгу жизни. И когда тайна записана кремленам, последний из язычников войдет, тогда будет окончание, формирование Церкви Христовой, невесты Христовой. И Господь от этой земли при гласе Архангела, при трубе Господней, мертвые воскреснут и получат тела новые, сообразно телу Иисуса Христа по воскресению Его. А мы, живущие, если живы будем до этого времени, изменимся. И наши тела будут другие, подобные Иисуса Христа. И встреча будет на облаках. И вот тогда будет вторая степень или ступень победы Иисуса Христа, когда радуйтесь небеса, живущие на них, потому что свергнут дьявол. Ему там места больше не будет. А Он придет на землю в страшной ярости, зная, что Ему малое время осталось. Я верю, что это будет восхищение и свержение дьявола и сил Его тьмы поднебесной на землю. Это будет страшное время на земле, но оно будет длиться недолго. Будет время, когда и смерть, и ад будут с силою Господней, брошены, ввергнуты в озеро огненное, там, где антихрист, и лжепророк, и дьявол. Это будет полная победа. Это будет полное торжество детей и власть, и правление Господа нашего Иисуса Христа. Всякий раз, когда мы стоим у стола, который Господь нам подарил, хлеб и вино, мы вспоминаем смерть Иисуса Христа. Это искупительная жертва за мой грех, за твой грех, дорогой брат и сестра, за твой грех, дорогой друг, который далеко от нас. Если ты даже еще не поверил, не принял Иисуса Христа как личного спасителя, Он из-за твой грех умер. Только одна разница, что ты не принял этот дар спасения. Всякий раз, когда мы едим и пьем, мы благодарим Господа, что Он послал на эту землю Дух Святой, Который с нами пребывает и в нас, Который объяснил нам Слово Божие, и оно дорого для нас, и мы знаем Бога Отца, мы познаем Его, читая Слово и исследуя Писание. Это благодатное время. И мы имеем мир внутренний, даже во всех обстоятельствах, трудностях, трудностях, как у учеников было, и смерть даже. Они имели полный мир внутри себя, потому что Царствие Божие – это праведность и мир во Святом Духе. И когда наша жизнь закончится, мы имеем обетование, что Господь Иисус Христос придет, Он Церковь соберет со всех краев земли. Иисус Христос был там в Израиле в свое время, а сегодня Он и в Израиле, и в Казани, так же, да, и в Стейкалидже, и в Казахстане, и в Таиланде. Он Бог всемогущий, всеобъемлющий. И Он соседает церковь. И будет время, когда Он вас зовет, и все дети Его отзовутся. Мы поем прекрасный гимн. В час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно новая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там, по милости Господней, буду я. На небесной перекличке там, по милости Господней, буду я. Дорогой брат и сестра, скажи вместе со мной, на небесной перекличке там, по милости Господней, буду я. Дорогой друг, может быть, ты в юношеском возрасте, юноша и девица, может быть, ты в зрелом возрасте, может быть, в преклонном возрасте, ты можешь вместе со мной сказать там, по милости Господней, на небесной перекличке в книге жизни имя мое записано, буду я. если нет, сегодня день. Знаете, для меня день вечери Господней. Я думаю, один из самых лучших дней, когда можно, веруя в Иисуса Христа, что на кресте Голговском заместительная жертва за мой грех. Склониться и сказать, Господи, печаль ради Бога, она производит неизменно покаяние. Я верю, я сознаю, что я потомок Адама и Евы, и я грешен, я желаю быть Твоим детем, я желаю, чтобы Ты возродил меня Духом Святым. Он это делает. И сегодня имя мое записал в Книгу жизни. 1 ноября 2020 года. Это день второго рождения Твоего. Воспользуйся этим. Сегодня время спасения. Сегодня время благодатное. А завтра? День завтра может не блеснуть. И солнце не осветит нас. Теперь пора. О, мудрым будь! Приди к Христу. Приди сейчас. Сейчас у нас время поклонения. Богу великому, Богу любящему. Спасителю мира. Спасителю моему. Спасителю Твоему. Да будет честь и слава. Аминь. Поклоняй.